Привет, как дела? Сегодня я расскажу о таком знаменательном спортивном событии, как Формула И, которая проходила в 2015-16 годах в Лондоне. Что такое Формула И? Формула И в переводе с английского ecology означает eco, то есть практически такие же болиды Формула 1 участвуют в такой же гонке, как Формула 1, но только все автомобили работают на электропитании, то есть на батарейках. В Лондоне это мероприятие проходило всего лишь 2 года, и это, пожалуй, единственное событие из таких масштабных спортивных, куда мне удалось официально попасть в прессу. Получилось это абсолютно случайно. Я узнала о том, что в Лондоне будет проходить такая формула под названием И, ecology, и решила запросить аккредитацию. А чем черт не шутит? Как раз в те годы я уже начала работать на французское агентство CitizenSide, и они дали мне письмо-запрос с целью того, чтобы я получила аккредитацию на это мероприятие. На аккредитацию я подавалась практически за полгода, мне пришлось заполнить там огромное количество различных данных, и паспорт выслать, и как раз-таки вот это письмо-подтверждение, что я работаю на какой-то новостной источник. И я получила аккредитацию, и в 2015 году, в середине июля, я поехала в Баттерси Парк. Именно там проходила эта гонка. Баттерси Парк находится в районе Баттерси. Об этом парке и о районе я буду рассказывать точно так же, как и про Баттерси Пауэр Стейшн. Это достаточно известная лондонская достопримечательность, энергетическая станция в Баттерси, куда мне однажды удалось попасть на Open House London, и что там находится внутри, я вам когда-нибудь покажу. Поэтому, если вас интересуют достопримечательности и архитектура города Лондон, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. У меня огромный архив различных зданий, куда нога простого туриста и даже непростого лондонца может попасть очень редко. Поэтому всё, что находится внутри вот этих вот закрытых для публики зданий, я буду вам постепенно показывать. Ну, а сегодня про формулу И. Итак, что же я увидела на этом мероприятии? 10 июля 2015 года я пришла в Баттерси Парк и получила вот такой вот именной бейджик, очень тяжёлый, а также мне выдали жилетку с надписью «Мидия». И всех репортеров проводили в пресс-центр, где была дана первая пресс-конференция как гонщиков, так и компаний, которые представляют болиды «Формулы И». Там нам выдали план мероприятий на этот день, а также карты как самой трассы, так и всей территории Баттерси Парк с указанием места расположения пидстопов, стартовой позиции, места награждения и так далее. Абсолютно всей площадки по трассе «Формула И». На такой пресс-конференции я была впервые, и также впервые я увидела очень близко гонщиков, которые будут принимать участие в этом. И прикс называется, то есть гран-при как бы, но это экология при. Ну, так как у меня английский на тот момент был ещё не очень, я только-только начинала учиться в первом университете, и огромное количество новых спортивных слов, касающихся формулы автомобилей и так далее, было достаточно тяжёлым для восприятия, и я подумала, какой бы вопрос я могла задать, так и не смогла ничего придумать. В итоге просто другие репортеры задавали, а я просто слушала. Для меня оказаться на таком высокого класса в спортивном событии было уже за счастье. После пресс-конференции все направились на главную фотосессию первого этапа гонки «Формулы И» в Лондоне. Для фотосессии была выбрана такая беседка в Баттерси парке, и туда все гонщики встали, распределились, и все фотографы стали фотографировать их. Ну, и я была в их числе. После основной фотосессии я попробовала пофотографировать отдельно каждого пилота в их естественном виде. Кто-то разговаривал по телефону, кто-то участвовал в какой-то промо-акции. Как раз-таки британец Сэм Бёрд, по-моему, его имя, с большим полярным медведем участвовал в акции и представлял экологическую формулу в Лондоне. Кто-то просто сидел с бутылочкой воды, ждал своих напарников, чтобы вернуться обратно в пресс-офис. Как бы после такой презентации мне надо было бежать на другое мероприятие. На Оксфорд-стрит проходил гей-парад. Как вы все знаете, июль – это прайд-месяц в Лондоне. И в один из выходных дней, будь то первый или второй уикенд в Лондоне, проходит прайд-парад. О нем я уже рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И там у меня тоже была аккредитация. Я отсняла этот парад и бегом побежала обратно в Баттерси-парк уже на гонку. Ну а на самой гонке мне удалось попасть на стартовую позицию и поснимать как болиды формулы И, так и их пилотов. Ну и каких-то знаменитых спортивных гостей, например, таких как Фитти Панди или Алан Прост. Многие лица были знакомы, но кто есть кто, я узнавала уже потом впоследствии, когда подписывала свои фотографии. Я решила пойти недалеко от стартовой позиции, где-то в 200-300 метрах от старта. Там все было огорожено таким огромным бетонным забором, где-то метр высотой, и потом уже шла металлическая сетка, в которой для прессы были выделены небольшие такие окошечки, куда можно было выставиться, направить камеру и сфотографировать. Вот так, оказывается, проходит съемка как видео, так и фото на вот таких вот гоночных этапах. Кстати, по поводу видео я побоялась снимать свое первое посещение формулы И, потому что было сказано «но бродкастинг». Если кто-то будет снимать, значит, его удалят и навсегда забанят из прессы. А уже в 2016 году, когда я стала на год старше в своей репортерской деятельности, и мой английский уже подтянулся, я поняла, что бродкастинг — это прямое вещание, то есть вот это вот «лив», как мы в Ютубе называем. Оказывается, было нельзя снимать видео в прямом эфире, а так-то видео можно было снять, и поэтому уже в 2016 году, тоже получив аккредитацию, я снимала и саму гонку. Ну как снимала гонку? Так, несколько моментов для новостей. Ну и для своего ролика. Я снимала оба дня в 2016 году, а в 2015 году я попала только в субботу, а в воскресенье, я уже рассказывала, я работала в тот момент няней в русской семье, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, и воскресный этап гонки «Формулы И» в 2015 году я пропустила. В 2016 году я была полностью свободна от своих обязанностей няней, поэтому посетила оба дня, и также накануне, в пятницу, был организован пресс-день, где мне также удалось заснять абсолютно всех гонщиков «Формулы И», и также их технический персонал. Кроме того, я попыталась по максимуму пофотографировать и поснимать на видео пидстопы, болиды, и даже на самой стартовой площадке по максимуму снимала и всех гонщиков, как вблизи, так и издалека, и как они между собой общаются. Это очень интересное для меня было событие, так как я уже рассказывала. Я в детстве увлекалась гонкой «Формулы И» и болела за Михаэля Шумахера. Все свое детство мы с братом каждый уикенд практически смотрели эту гонку. А также мне удалось побывать на награждении пилотов, которые выиграли гонку. Ну и их представителей компании и технического персонала тоже награждали кубками, и было это достаточно весело, потому что меня облили шампанским, прямо в камеру залили. Ну, если вы не знаете, то пилоты, которые выигрывают гонку, сначала получают кубки, а потом плескаются шампанским друг в друга и во всех зрителей. Такая вот у них традиция. На награждении присутствовал и Алан Брост, и даже Антонио Бандерас. Естественно, всех этих звезд не узнаешь в простой повседневной одежде. Поэтому только после того, как объявили, что награждать будет Антонио Бандерас, я такая «О, что? Кто тут?» Оказывается, он был и на стартовой позиции, где-то там ходил и так далее. Также мною были замечены миллиардер Ричард Брэнсон, который, кстати, недавно слетал в космос, и Эмерсон Фиттипальди, бывший пилот гонки Формулы-1. Ну, а после награждения все дружненько опять отправились в пресс-центр, где состоялась пресс-конференция, и гонщики рассказывали, какие ошибки они совершили, и как им удалось выиграть эту гонку. Одна серьезная авария была в 2016 году, но, как я не бегала по кругу всей трассы, я не смогла найти разбитые болиды. Ну и ладно, главное, что все остались живы и здоровы. Вот такие вот для меня выдались два интересных года в гонке Формулы-1. К сожалению, после этого лондонский этап закрыли. Несмотря на то, что Формула была экологически чистая, очень много было протестов от обычных лондонцев, которые были против такого вот чемпионата гонки Формулы-1. Ну и помимо этого, самих организаторов Формулы-1 не устраивал Баттерси-Парк. Они хотели организовать гонку среди самых главных достопримечательностей Лондона. Это Биг Бен, Лондонское колесо обозрения, Букингемский дворец, Трафальгарская площадь. Вот такой вот круг они хотели организовать. И в связи с тем, что многие лондонцы были против, и мэрии Лондона пришлось отказать в таком вот экзотическом лондонском заезде, Формула-1 в Лондоне прекратилась. Кстати, недавно я нашла информацию о том, что в этом году этап гонки Формула-1 будет проходить в Лондоне, в Royal Dogs, вокруг выставочного комплекса XL. И уже буквально в этот уикенд, 24-25 июля, состоится лондонский этап гонки Формула-1. Так что все, кто желает посмотреть это мероприятие, добро пожаловать в Восточный Лондон. Поговаривают, что в следующем году, в 2022, Формула-1 уже вернется в центр Лондона. Вроде бы как организовали какую-то трассу, все договоренности учтены, и Формула-1 будет проходить в самом сердце британской столицы. Как оно будет, поживем-посмотрим. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok